Слава Украине! Привет всем от Полонского! Рашисты устроили пародию, псевдовыборы, выборную пародию на временно оккупированных территориях Украины. Понятно, что ни одна страна в мире эту бредятину не признает этот анекдот. Но я даже не собираюсь рассуждать о их легитимности, потому что их легитимность равна легитимности моих тапочек, которые я выкинул лет 10 назад в мусорку. То есть тут обсуждать совершенно нечего, это просто, есть такое хорошее слово, грубо немножко, фуфло. Закончили о легитимности. Наши очень хорошо противодействуют этим всем делам. И, например, очень хорошо отработал ГУР по Бердянскому району, где местная вата с ужасом снимается с выборов, понимая меру ответственности за предательство Украины и последствия, законные, конечно же, последствия за то, что они участвуют вот в этом вот незаконном действии. Это один момент. В пологах Запорожской области был аннулирован штаб подготовки к выборам, вот этим так называемым, значит, аннулирован в тот момент, когда там сидели панаехи из Пензы, спрашивается, панаехи из Пензы, вы чего делаете в пологах Запорожской области в Украине? Ну, вот так вот получилось, что в тот самый момент, как говорится, штабы были ликвидированы. Они там мухлевали, мулевали, писали результаты. Был также ликвидирован один из штабов так называемых предвыборных, Бердянские, где то же самое мухлевали, мулевали результаты выборов. Я же говорю, Бердянская вата там немножко в шоке, у них вообще дела идут, неважно, и там очень хорошо наши работают. Но как это выглядит на самом деле, все довольно просто. Так же, как в Херсоне выглядело в свое время, вот этот псевдореферендум. Ходят местные коллаборанты, носят с собой ящичек, неизвестно зачем, а с ними ходит пулеметчик. Ну, это так, чтобы люди охотнее голосовали, потому что с пулеметом оно же лучше голосуется, с подручнее голосовать, когда видишь на заднем фоне пулеметчик. И обходили вот в Херсоне все дворы. Сегодня в оккупированных районах Запорожской области абсолютно то же самое. Пулеметчик и урна для, так сказать, голосования. Ну, ничего не меняется, расшисты в своем репертуаре. В Луганской области рисуют какие-то фантастические цифры участия в этом псевдодействии. Значит, рисуют, что за первый день более 40%, всего ожидают 80%. То есть, понятное дело, что, ну, что вам сказать, этих процентов не было никогда в украинских выборах, когда все были дома. Сейчас оттуда процентов 40 людей сбежало в свободную часть Украины от расшистов, когда еще пришли эти вот бандиты в 2014 году. Ну, там, то есть, людей там нет физически. Мужчин Путин убил на фронте. Тоже их нет, это еще минус суть, но очень много мужчин. Процентов 15-20, считайте, от населения. Ну, и то есть, там, может быть, сейчас живет, я не знаю, ну, может быть, 30%, может, 40% всего людей, которых там жило раньше при Украине от этого количества. И вот они говорят, что в первый же день проголосовало 40%, то есть, представляете себе, это значит, в первый же день пошли голосовать, абсолютно все должны были пойти голосовать, включая младенцев. Ну, вы же понимаете. Да. Ну, и в Херсоне, например, когда вот это было псевдоголосование, голосовало тогда, ну, обычно на население Херсона 360 тысяч, в момент российско-фашистской оккупации там оставалось тысяч, может быть, 70. А проголосовало, ну, тысяч 10, может. Вот представьте себе, да, и того, может, не проголосовал на тех псевдовыборах. Ой, там же был псевдореферендум, извините, шмиферендум так называемый. Да, а потом эти же вот проголосовавшие аккуратно смылись в рашку, потому что ВСУ заходили в город. Ну, вот, собственно, все. Так же будет и здесь. Ну, проголосуют 2-3 тысячи, ну, просто города разные по величине. Ну, в Мелитополе, может, не знаю, там, 3-4 тысячи ватт и проголосуют, а потом эта вата убежит при приближении ВСУ. А ВСУ приближается, неумолимо. Каждый день становится ближе и ближе и ближе. То есть, каждый день приближают победу Украины. Несмотря на то, что сейчас, вот смотрите, рашисты, они отступают, каждый день отступают, каждый день назад, назад, назад. Несмотря на то, что их тупо больше. Но, это личный состав у них, который не так боеспособен, скажем так. Я не говорю, что он совершенно не боеспособен. Он не так боеспособен, как те, кто когда-то заходили в Украину в 22-м году и уже давным-давно перебиты. Эти, это чмобики. Их набрали, где попало. Дали бутылку водки, дали мосинскую винтовку, дали гранату. Иди воюй, с кем? С бендеровцем. Ну, уходят и решить бендеровцев. В Бердянске говорят, вот этих вот чмобиков и прочих оккупантов больше, чем местного населения. Ну, местное-то сбежали все. Вот такие пироги, ребята. Короче говоря, ситуация с псевдовыборами швах. Рашисты рисуют какие-то бредовые цифры, на которые не обращает внимания ни одна страна в мире. Это просто ахинея, а не выборы. Поэтому, пускай они проводят все, что угодно и как угодно. Нам на это глубоко наплевать. Мы, рашистов, вынесем с нашей земли вперед копытами. Вместе с их выборами.